В детском саду деревни Мэмдель нет и половины группы из 24 ходят с шестером малышей, зато все одеты в полный комплект. 8 числа понедельник было 8 градусов в зале в коридоре и вот это наша игровая комната 8 градусов. Это невыносимо в таких условиях, я не имею принимать детей. В куртке ходят, в сапогах, в шапке ходят мои дети. Эти же термометры мы снимали 28 декабря. Тогда их показатели отставали от нормативов из-за сломанного котла. Спустя две недели он заработал, но температура поднялась лишь на несколько градусов. Сейчас в коридоре детского садика действительно очень холодно, батареи не греют абсолютно. Температура еле поднялась до 15 градусов, а вот в соседней комнате, там где дети обедают, плюс 2 градуса, 17 градусов и вот в таких условиях продолжают находиться дети. Два котла очень хорошо работают, но видимо в связи с тем, что и окна, и система отопления, вот не хватает все равно каких-то теплоты. Накануне в здании школы и детского сада побывало и руководство районного образования. Спасать детей от холода они посоветовали лишь утепляя окна. Немного температура ниже, чем требуется, но в детском садике не заклеены окна, как нужно. Тряпками, потом полиэтиленом, скотчем еще тряпку закрыли. Мы все сделали, я больше ничего не могу сделать. Молодами в садике сегодня заинтересовалась прокуратура Высокогорского района. Началась проверка и в ближайшее время прокуроры вместе с Роспотребнадзором планируют измерить температуру. Мы, наверное, придем к такому выводу, что надо будет заменить хотя бы окна. Получим заключение специалистов, будем принимать меры прокурорского реагирования. Вы прекрасно об этом знаете, это то ли административная ответственность, то ли наше представление будет вплоть до министра образования и науки. Здоровье малышей предварительно оценили в 300 тысяч рублей. Такова сумма замены 10 окон в детском саду. В 2018-м нам пообещали заменить хотя бы их, чтобы дети все же здоровыми дождались капремонта. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Продолжение следует...